друзья всем доброго субботнего утра вы на канале в поисках золота меня зовут серёга выбрались мы с разведку с друзьями коляныч темыч сегодня у нас 2 января 2021 года мы открываем новый сезон и выехали в разведочку в общем проверили несколько мест по скифом пока не зацепились и вот сейчас находимся в таком вот месте река недалеко совершенно течет есть у меня одна находка по скифом я так думаю что это все-таки по скифом мне почему-то так кажется может быть и нет как вы но зацепились в общем за что-то я по крайней мере зацепился пацаны где-то там входят в молодой посадке сосновой а я решил так вот по бугорочку по вот этому вот пройтись который сзади за моей спиной и значит смотрите есть находочка сейчас покажу значит смотрите первое что я выкопал здесь это вот такая вот то ли заколка то ли вилка какая-то но мне что-то кажется что это скифская потому что здесь совершенно недалеко может быть километр в ту сторону пацаны копали скифов и скорее всего не так по реке где-то дальше тянулись и его час вот выкопал копеечку двадцать четвертого года мои любимые советы медная монета сигнал был просто бешеный в общем уже вот каких-то две находки у меня есть сейчас буду обследовать вот этот вот бугорочек хочу его полностью пройтись может здесь чуть-чуть по низам пройдусь похожу в общем будем пробовать как-то раскручивать это место а пацаны пошли туда там река внизу течет они пошли ближе к реке я решил отдалиться немного от реки вот такая вот у нас в общем друзья история что идем искать дальше смотрите не переключайтесь будет интересно друзья я спешу вам напомнить что по достижению 10000 подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотой черняховское украшение и чистого золота поэтому обязательно подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик и ставьте лайки чтобы принять участие в розыгрыше друзья смотрите прикол вот здесь вот вот я сейчас возле вы того дерева выкопал две копейку советы и вот поднялся чуть чуть выше такой сигнал был бешеный просто и она сверху лежит что это такое империя какая-то еще и масон по моему пять копеек пять копеек тёмыч вон артём ходит пять копеек 1862 год прикольно прикольная шайбень класс рельеф конечно никакой но сама находка радует давно не копал я империю сейчас буду здесь ходить выхаживать наверно дорога какая-то старая шла я думаю здесь колянычу по рации скажу коляныч у меня пять копеек 1862 года я не знаю вот империю сейчас нашел идем искать дальше друзья смотрите друзья ну что я вам хочу сказать я же говорил что будет интересно смотрите значит там я выкапываю копейку вот здесь вот я выкапываю 5 копеек имперских и вот здесь вот смотрите совершенно рядышком просто рядом рядом крест вот такой вот мне попадает прикиньте ушко перетерлась и его потеряли вот такой вот крестик бронзовый по всей видимости но очень интересный период я думаю это какая-то империя скорее всего крест без распятия какой-то интересный крест такой первый раз такой вижу если честно ну находка находочка все берем а у тёмочек кстати где он там вот он где он где он где он тёмочек а вот вот там вот он ходит нашел грибовидную сережку скифскую так что я думаю что стоит место раскручивать по-любому где-то они тут лазили шастали эти скифы и я думаю надо вот это все вот этот бугор весь пройти и может быть вот здесь вот даже по низине по этой пройти по низине может или по той низине вниз спуститься к воде тоже стоило бы в общем идем копать дальше смотрите друзья выкопал сигналчик интересный друзья хочу вам показать может быть гильза может и не гильза потому что только что гильзу выкопал это не гильза друзья это колечко перстенечек нет сказал ой какой интересный еще и с каким-то вензелем неплохо неплохо что пацанам скажу по рации у меня камера запачкалась у меня перстенечек с вензелем бронзовый я думаю что средневековый блин камера запачкалась с буквочкой в вроде бы и левая или р смотрите непонятно в по моему вензель буква в прикольно буква в на вензеле класс ребята находочка и все в одном месте вот все вот здесь вот на этом бугорочки я буду еще тут ходить может все какие-то находки будут идем искать дальше и олите крупнейшая в украине международная интернет-площадка для коллекционеров здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования уникальные антикварные находки произведения искусства старинные книги и многое другое виолити это наилучший вариант как для опытных коллекционеров так и для новичков а любом найденном предмете можно спросить на форуме эксперты оценят находку предоставят они исторические сведения а также укажут примерную стоимость в магазине виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования альбомы холдеры весы средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры великолепном состоянии узнавайте много нового интересного коллекционируйте историю вместе с виолити ссылки под видео в описании ой друзья шо вам сказать продвигаюсь по бугру в ту вот сторону и сейчас такое нашел у меня аж мурашки по телу побежали просто капец сейчас вам покажу сигнал был бешеный просто гляньте шуту пряга пряга она еще и вот вроде то ли посеребренная была то ли в позолоте это просто капец такая пряжка огонь шикарная глубоко лежала очень глубоко больше чем со штыка и выкопал такая классная просто капец пацаны вон подъехали машину поставили идут ко мне тема сейчас подойдете я вам покажу офигенная вообще находка просто огонь я думаю шесткифы такая выполнена вообще так немножко неаккуратно но думаю скифы класс просто класс все берем идем дальше искать смотрите иду к пацанам сейчас пряжечку им свою покажу так найти бы еще в кармане коляныч зацени зацени находку мне пишут комментариях что и очень много материшься простите пацаки как я думаю что нет я скифских никогда не выпрям ну вот это первое которую ты увидел я думаю что что тоже такая штучка не ну блин офигенная гайки на 6 короче ну и стрена еще по моему была то ли посеребренная то ли по золоте видишь кусочки остались по золоте покажи сережку свою скифскую тему я первый да кто нашел прягу вода грибовидная сережечка но это дочь и другая надеюсь центра на водку есть комплект комплекта можно дать эту барышню продать за коля внутри вот вот там где вот у меня прибор лежит ну там вот я выкопал сигнал такой был просто бешеный вообще я думаю что вот этот бугорочек надо обследовать весь туда вот он даже дальше вот тянется так то тут что поймет мы в таких в таких дебрях куда только коляныча таврия доезжает и больше ничего еле добрались сюда жалко ребят что я не снимал там такие при проезжали колян просто между двумя деревьями еле втиснулся зеркала на таврии позагибал и мы поехали дальше в общем все копаем дальше друзья смотрите нашел патрон друзья хочу сейчас его обезвредить высыплю порох и подожгу если будет гореть конечно кутон сыроват мне кажется вроде все сыроват но горит тепленько так сразу стало вот и все ставлю гильзы на пенечке может кому-то надо будет может какие-то поисковики найдут кстати печать какая-то на пеньке срезали наверно лесники поставили печать так идем к машине друзья идем к машине друзья будем сейчас переезжать я думаю переем на тех скифов где коляныч тема чем были прошлый раз хочется каких-то наконечников покопать здесь покрутились но такое что-то по средневековью вылазит но хочется другой культуры в общем переезжаем куда-то иду калину он нашел несколько интересных находок ты к машине уже идешь да к машине идешь покажи что там нашел коляночь лиц и сток нашел классно еще значок какой-то я посмотрим он машина наша стоит тавролетик жужжа он ее называет да колян жужжа масонский амулет бедняцкий бедняцкий масонский амулет нашел бедняцкий все вещи ока да 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 масонский амулет а это ранее если ты ранее советы причем он был сломал уже что-то да отогнул мне ничего реставрила ксм написано коляныч а вот волкосамовский свисток кстати его можно почистить и свистнуть ой какой маленький блин и обычно такие здоровые попадаются это может какой-то военный там это может охотник и даже ну птицу какую-то приманивали может быть такой может на так кстати сейчас увидим если будет свистеть его помыть надо чтобы увидеть ну такой ничего прикольненький свисточек затем где собирается где-то вон вижу ходит темач идем к машине будем переезжать идем-идем я тоже думаю что поэтому бугру была дорога и скорее всего то сережка которую нашел тёмыч и вот эта пряжка это наверно не скифы скорее всего это средневековье пряжка может не руселая может средневековая там у них же такая вот но она похожа но не не такое чтобы уже очень в общем идем к машине куда он поедем колян коляныч на богате скифы что-то мне кажется что я что-то потерял телефон на месте вроде а чё на тех скифов нечего делать не ну ты на тех скифов где я прошлый раз откопался колян тоже вред что там нечего делать я нашел 5 наконечников и заколку скифскую уже на выходе к машине кто не сотрел этот выпуск посмотрите там ссылочку оставлю в описании ну перед этим тоже ничего не находили но я все равно вижу там выхаживать просто надо то советы копать не хочется но это те попались просто редкие колян а может быть такое что и может быть такое что и редких там нету о не знаю куда-то будем переезжать куда сейчас решим все едем дальше друзья дем этом клян я думаю что вы там нигде это только разве там где вы зацепились туда поехать и там попробовать их выходить ну не знаю я бы поехал на текст кифов ты же заколку там нашел прошлый раз ну пару на ков надо выхаживать попробовать чуть-чуть лево вправо раскрутить медленно ходить ну мы там выходили 5 штук нашел там поселение ну там до поселение было здорово согласен звонит мне кто-то ладно отвечу на звонок друзья увидимся на следующем месте дубам куда ем клян куда скажет ешь куда к дубам или поехали уже куда-то хоть куда-то смотрим хоть куда мы едем я же не здорово блин тут а то штурман ну тут нам только по главной поехали нету знака сейчас дегла дашь мне короче этот карту я буду смотреть на чуть окошко открыть это все потеет ухо да праздники были поэтому окна потеют сегодня в машине мы напитали да такая плотность у мы можем даже не ухо дорогу не важен не увеличивается это да тут просто надо видеть но я не знаю не мы отсюда вроде приехали я не знаю где это где а посмотреть где мы едем коляныч ну вот же а это мы находили такого да да ну все все смотри на дорогу кляну все я понял вот мы правильно едем вот точно правильно да 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 все возвращаемся обратно включил вентилятор единственное что тут как и погодка шикарная сегодня вообще класс просто ладно буду снимать интересные моменты в дороге до коляныч все друзья едем дальше друзья у нас на пути преграда шо там колян глубоко непонятная глубина может воды не было может это воды не было то сейчас ну я думаю что ты вот так вот ехал по этой стороне ну глубоко там сейчас не проедем да не проедем да не не надо сербать у нас вариант втиснуться вот между этими двумя деревьями вот ну чтобы понимали колея очень узкая и деревья ну мы когда мы когда ехали туда мы вот так вот проезжали я просто не снимал сейчас коляныч будет втискиваться колян зеркала сложи зеркала сложи что тебе видеть зеркала сложи ты сейчас это я складываю да так мне смотреть на сзади мы посмотрим колян короче сейчас коляныч будет делать втискивание между деревьями сейчас ему зеркала сложит вы видели как он пропихнулся там колян красавчик правда я не знаю были бы были бы не на тавре и мы не проехали однозначно все дальше нормальная дорога ем совета в общем копать решили на скифов не ехать а здесь там по-моему и петлять ничего не надо тема шеф трога а мы где-то там блин подожди не могли проехать поэтому петляли давай давай сейчас найдем куда нам ехать куда шла дорога колян где были хаты спасибо коляныч за нами ухаживает с тема чего не ручка двери не работает изнутри когда ты уже отремонтируешь коляныч тому и ремонтировать да короче стритиковое место шикарное дубы по лет 200 наверно и коляна говорит что в этих местах у него были находки советы империю счет тут копал ранее совет и много очень один редкий дом совете и там империя будем сейчас это место шатать я посмотрим что тут вообще и как все идем копать ходим друзья возле вот таких вот двухсотлетних дубов и у меня находочка есть советину нашел ранее что тут у нас совете на точно шоу какой номинал 10 копеек по моему щитовичок или шо там щитовичок у меня совете на коля совете на но не желтенькая совете на ты не щитовик 10 копеек 10 копеек по моему щитовичок сигнал хороший был берем идем искать дальше такое место вот дубы такие растут просто огроменные дубы и сосны кстати тоже этой сосне лет наверно 200 наверно вот туда вот да темыч пошел в молодняк ходить классная погода сегодня шикарная просто солнышко тепленько хорошо январь месяц советина какая такой же наверно как у меня а что ты выкопал еще желтенькую две копейки да ну не так уже хит тут и не мере ну видишь все равно по пропускал что-то ну меня ты хочешь тут как бы не совсем чисто точно такую же я выкопал да ну у меня чуть похуже состояние конечно ну да тут еще они редко сохраняются нормально это еще так неплохо сохранилось она не может быть серебряный нет не может щитовиков не было серебра вот это один единственный экземпляр в не ну меня вот в таком сохране медно-никель в С3 что там у вас у нас по совету по 10 копеек щитовики причем это ранее еще вообще ранее так что давайте ищите советы ну ищем колян ищем ищем не можем найти скифов хочется что же советы не очень интересно ну ладно идем дальше друзья копать коляныч ближе к машине крутится я друзья вот здесь вот выкопал советину и вот еще одна где на вот 10 копеек щитовичок тоже посмотрел уже залипшая такая просто капец вроде 10 копеек по на по размеру как бы как бы 10 ну такое интересно в принципе советы до 10 копеек вот видно билла 62 на деусе маленькая монетка берем идем дальше хочу вот так вот пройтись по краю туда вот ближе к той стороне потому что там слева влево где-то империя попадалась ну попробую может пойти империю поискать тут перекресток дорог как раз был тут где-то одна дорога шла и здесь 2 в общем и мы на этом перекрестке крутимся все друзья пошел дальше искать советинку нашел покажи почти онлайн не успел я камеру включить два цулик два цулик наверное ну старым гербом там залипшая то стена может три копейки не так закисают только эти желтенькие выскакивают отлично да сулик по размеру у меня тоже есть находка совершенно рядышком с предыдущей монеты вот здесь вот выкопал я чё-то выкопал не помню что-то выкопал средину кута 10 копеек 0 и вот копейдос копейдос 38 года тридцать восьмой год копейка за гербом новым тем еще у тебя мы тут советы копаем надо да надо вынюхивать тут конечно сигналы но копейка била хорошо кстати так я штамм ходил колен с той же ямы с той же ямы когда ты подкинул колен там подкинул стопу дом они рядом кстати лежали вижу выкопал в окисе авто авто это самое может там еще что то есть сейчас глянем на замок тридцать восьмой год по моему если я ничего не путаю класс а как било плохо наверно да ну я это я сначала вообще не видел в к полту увидел это было сначала медный никель она немножко фольгу чуть-чуть 60 фольгу я вынял потом уже тогда доходили так друзья иду дальше копать и мы можем сказать тут же ходили все вокруг что там серебро у тёмочи о 23 год класс класс и тем еще распечатался то ходил ходил ничего ничего все красавчик а ты тут серебро не находил да ну вот тёмочи первое нашел все копаем дальше если честно я тебе скажу я не очень помню я помню что находил до пирала желтых может медный никель находил на серебро точно так копаем дальше проверили еще мы одно место друзья такое хуторщина к это железо попадается особо ничего не интересного иду к машине даже не знаю что мы сейчас будем делать наверное что-то мне кажется что на сегодня наш коп уже завершился хотя может сейчас калину какая-то взбредет гениальная идея и мы еще куда-нибудь заедем коляныч идем к машине в общем знаю сейчас дойду до машины пока колян там ходит еще ищет я вам покажу свои находочки чем не удалось за сегодня найти так друзья мои находки вот иди посмотришь колян что я тут нашел вот это вот все мое за сегодня не ругайся матом да я понял ну смотри это самое цензурное все самые цензурные у нас ну вот смотри в общем я нашел что пять монет крест пряжку и самокольцо нас я сегодня открылся портал можно сказать да пряжка зачетно два светка только что вот пять не там потом в общем такие вот находки не знаю друзья попадем мы на скифов сегодня или не попадем попадем не попадемся мы можем попасть на копать уже не путь фонарики же есть как скажешь не я завтра туда сам туда поеду ну если вы куда я съездил ну я не про эти не права 6 я про наши первые да в общем вот такие находки не знаю друзья получится у нас сегодня не получится покопать еще в общем всем кому понравилось видео ставьте жирные лайки пишите комментарии обязательно подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые серии всем удачи друзья всем пока друзья смотрите лисия нора вот и следы видите свеженький еще ходила недавно где-то там она живет в нору давно она не ходила вот они сюда пошли сейчас посмотрим сюда пошли дальше уже не видно интересно вот еще одна и там вот вот одна нора вот а вот наверно 2 вот это 3 4 его там 5 посмотрим или тут есть следы тут следов не видно интересно где она тут есть следы уходила здесь она ходила точно где-то сидит там наверно в норе тихонько посмотрим еще здесь накопал это у нее несколько входа выходов недавно кстати и рыло видно свежей земли может быть такое что с той стороны горы еще еще есть несколько выходов здесь у него все такой ход смотрите тут вообще следов не видно никаких здесь она тоже свежая копала копала недавно сидит она затихарилась следуем такое место друзья я сейчас на таком холме нахожусь и такой вообще обзор шикарный но что интересно что интересно друзья вот так вот идет холм этот оттуда начинается вот так вот идет сюда и с той стороны вот так вот же сама идет вот второй такой же туда вот так заворачивать но получается как подкова какая-то о тем из деньгу нашел тема чаде ты ходишь по дороге по старой пошел я слышал слышал ты за холмом получается прямо пошел и налево так как мы ехали прямо и налево да понятно где-то по старой дороге ходит нашел деньгу место шикарное друзья вообще тут такой холм тут такая равнина дальше идет ну стоит обследовать такие места если она нам понравилось значит она нашим предкам тоже мало понравится когда-то в общем попытаюсь подняться на горб пройду сверху по горбу и спущусь за горб с той стороны попробую походить там времени у нас уже очень мало солнце практически села поэтому надо торопиться все идемте дальше забрался я друзья на самую верхнюю точку этого холма обзор тут конечно фантастический не знаю себе был охотником я бы на этом бугре высматривал зверей но по сигналам тут вообще тишина какое-то железо вот в этом месте еще наверху попадается и больше ничего но видончик тут конечно классный вот такое тут долина такая там еще один холм хотя можно было тот холм тоже пройтись обследовать вот такой вот вид солнце уже друзья села тихо так в лесу классно ветра нету деревья стоят тихонько даже не шелохнуться нравится мне наши леса в общем друзья идем к машине будем заканчивать коп попьем чайку и поедем домой друзья забыл сказать завтра скорее всего я поеду на скифов не знаю получится у пацанов не получится если не получится поеду один может на друге позвоню если получится отправимся завтра на наших скифов на наше старое место где мы их постоянно копали я думаю что там еще есть находки так что нужно будет это место еще выбивать и выбивать все идут машине